В стране отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Президент направил обращение ветеранам и призвал белорусов не забывать примеры бескорыстного служения человечеству. 34 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. С той войны не вернулось 16 тысяч солдат. Митинги-реквиемы проходят по всей республике. Судебные эксперты установили личность погибшего в деревне Турки. Останки человека в лесополосе в ноябре 2022-го обнаружил местный житель. Исследование показало, смерть наступила около трех-шести месяцев назад. Благодаря металлической пластине в бедре специалисты предположили, это может быть 70-летний сельчанин. О его пропаже и особой примете заявляла сестра. В Беларуси будут производить энергосберегающее стекло. Разработка имеет микроскопические тонкое покрытие, благодаря которому в доме поддерживается постоянная температура. Зимой такие окна помогут экономить тепло, летом защитят от солнечного перегрева. Перспективный продукт позволит стекольному рынку, по данным аналитиков, расти минимум на 7% ежегодно. МинОбр планирует сделать репетиции централизованных экзаменов ежегодными. В 2023-м такое испытание прошло в 144 пунктах. Участие приняли более 53 тысяч человек. Основная задача – на практике удостовериться в готовности системы образования к проведению итоговой аттестации учащихся 11-х классов в новом формате достигнута. Арт-Жижель 2023 пройдет в Бобруйском районе с 12 июля по 2 августа. Уже 18-й раз. Самая зрелищная часть – обжиг-шоу. Подать заявку можно до 20 апреля. Международный пленэр по керамике проводится с 2003-го. За это время он стал настоящим брендом. Участие в нем приняли художники из Белоруссии, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Венесуэлы, Ирландии, США и не только.